всех приветствую что установил я новый воздушный фильтр старый я использовал патрубки от старого фильтра они подошли установил так как надо все теперь все все по красоте тут вот единственное сейчас надо с фильтрующим элементом разбираться значит элемент такой найти проблематично ну либо она как-то где-то рыться там в интернете глубоко либо у дилера официального короче я решил проще поступить купил обычный жигулевский фильтр и сейчас я покажу вам что с ним сделал я тут творческие потуги в принципе уже произвел кое-какие значит сам элемент вот такой вот такой вот элемент очень мягкий такой эластичный вот пожалуйста вот вы наверно уже догадались что я его разрезал как то видно и получилось у меня вот что то есть резал обычными лезвиями резака вот такими вот чтобы это все аккуратно было и значит смотрите оставил нахлёст вот этой вот сетки внутри и срезал поверху гребень с той и с другой стороны то есть лезвием аккуратненько также срезаем пока она острая свежим лезвием эти гребни они вот так вот выглядят то есть вот они сверху вот тут вот так вот то есть срезаем все здесь понятно я думаю в принципе все нормально получается и вот этой вот штатной крышкой все это должно вот так вот поджаться то есть по ней я и диаметру и делал высота идеальная получается все должно поместиться теперь задача склеить вот это вот все я сейчас буду думать чем это склеить как придумаю так покажу пока вот думаю все понятно что кружок очумелые ручки начинают свою работу итак такой клей у меня есть силач такой клей у меня есть экспресс вот суперклей но я думаю что сейчас короче самое то главное вот это вот гофру склеить вот этот суперклеем и соответственно дальше уже вот этим силачом здесь вот промазать а может тут еще и дополнительно чем-то закрепить я еще подумаю как то лучше сделать что все было надежно и хорошо вот поэтому буду короче клеить покажу чего получится в итоге вот что получилось пока скрепкой соединил все пролил суперклеем жду когда склеится фильтр практически правильную круглую форму обрел сразу вот и собственно смотрим ну по идее это уже в принципе вот этого будет достаточно я думаю что но я еще здесь вот немножко вот этим силачом думаю что обработать стоит поправочка силачом я обрабатывать не стал потому что он у меня высох но вот этот вот суперклей он короче вступает в реакцию здесь немножко нагреваться бумага почему-то вот и короче он быстро быстро высох и соединение это получилось очень прочно то есть я думаю что и ничего больше не надо единственное надо будет подровнять вот тут вот подровнять лезвием немножко ну и фильтры я думаю что на всякий случай я на герметик посажу ну так чтобы для подстраховки хотя в принципе то я думаю что и не обязательно может быть но но желательно так что сделаешь как задумал все идем короче ставить его немножко высохнет и все я в гараже значит смотрите фильтр сюда влезает вот этот только-только вот так вот он располагается вот видите но крышка в принципе его вот это вот поджимает то есть вот так вот все короче должно у нас получится единственное для надежности я все-таки хочу низ промазать у фильтра герметиком то есть его посадить на герметик внизу вот там чтобы мало ли чего чтобы как бы быть уверенным что не будет подсоса воздуха никакого тут стороннего вот так но выглядит все следующим образом вот так вот это кастрюля эта трубка от сапуна идет фильтр тоже соответственно вот и все вообще к на эту трубку конечно неплохо бы какой-нибудь маслоотделитель повесить я думаю что я со временем что-то придумаю что-то сделаю сюда конченка что туда все равно масло какое-то отсюда может выбрасываться из системе вентиляции картера и не хочу я чтоб она вот сюда попадала поэтому со временем чем-то придумаю но пока и так хорошо будет посмотрю как все будет работать так ладно сейчас ставлю покажу что получится такой слой герметика нанес старался равномерно вот 10 минут час выжду немножко так скажем схватываться он начал тут суть то в том герметик я уже на этом говорил надо выдерживать обязательно чтобы он немножко схватился чтобы образовалась прокладка как бы герметик прокладка называется чтобы обладала на герметизирующими свойствами а то когда на свежий приляпываешь то есть его просто выдавливают и все и герметизации то нужно не получается то есть должна этот слой должен стать эластичным достаточно чтобы он так скажем создавал уплотнение то есть создавалась прокладка вот такой нюанс всегда не торопитесь пусть немножко герметик схватиться готова результатом я доволен вижу что все обжало так как нужно так с той стороны заглянем чего там получилось тоже вроде все достаточно неплохо увижу герметик торчит выдавила его оттуда хорошо так но все теперь принципе все это можно собирать устанавливать крышку фильтра с прокладкой так но перед этим я бы хотел как-то подстраховать вот эти вот гайки чтобы они не отвернулись как-то сделать можно краски сюда капнуть принципе можно краски капнуть я думаю что лишним не будет так и сделаю краску нанес прокладку крышки установил но теперь время поставить саму крышку все готово теперь с фильтром стоит ну как его монтировать я не показывал потому что смысла нет в этом монтируется он на штатные места абсолютно ничего не требуется никаких тут доделок переделок то есть фильтр просто меняется и все то есть штатная также патрубки используется просто надо все это дело отрегулировать чтобы нормально было вот так кстати к к 68 они тоже подходят патрубки просто надо хомут посильнее стянуть кейхины здесь стояли японские вакуумники но я их удалил мне больше нравятся вот эти вот пекаровские во первых они проще и мотоциклы с ними себя показывают лучше вот когда в америку волки шли и есть такая история тамошние байкеры попросили выслать вот эти карбюраторы то есть чтобы поменять японские поменять вот на эти вот так что так ну что на сегодня все теперь надо менять масло в принципе то завтра этим займусь все все пока до встречи